Летний отдых Благодаря слаженной работе всех заинтересованных ведомств удалось охватить различными организованными формами отдыха и труда более 37 тысяч ставропольских детей и подростков. В общей сложности на организацию летней оздоровительной кампании в 2016 году израсходовано более 21 миллиона рублей. Подвижные игры, свежий воздух, режим. Оздоровительная кампания подразумевает не только физическое оздоровление, но и интеллектуальное развитие. В большей степени педагоги давали детям исторические факты о Ставрополе. Такой подход главе администрации пришелся по душе. Клон все-таки был сделан в сторону проведения очень полезных мероприятий. Здесь, безусловно, слова благодарности. Молодцы, что это не просто времяпровождение, а то, что это осмысленно и связано, наверное, с воспитанием настоящего горожанина и гражданина нашей России. Успешно справились с работой призывные комиссии. По числу отправленных на службу солдат Ставрополь ежегодно занимает одну из первых позиций. Лучше об этом говорят цифры. Призвано на военную службу 621 человек, 48,7%. Направлено к месту прохождения альтернативной гражданской службы 2 человека, 0,15%. Освобождено от призыва имеющих предусмотренную государственной системой ученую степень, кандидата наук, 4 человека. Установленное задание мы выполнили в полном объеме. Призвали 451 человек и с надлежащим качествам. Распределение количественного состава призывных ресурсов по видам и родам вооруженных сил свидетельствует о том, что призывники города Ставрополя направляются в войска с высоким уровнем образования и категорией годности по состоянию здоровья. О недочетах призывной оздоровительной компании сказано было мало. Их по большому счету и не было. Поэтому сейчас с уверенностью можно говорить о том, что обе компании завершены на отлично.